Анапа славой воинской гордится, Кудович здесь герои посвящен. Песни про Анапу чередуются с песнями военных лет. Напротив стеллы воинской славы припаркован десяток автомобилей. Во главе эскорт мотоциклистов Самвел Адаян уже более пяти лет как убежденный байкер. Буквально на днях вернулся из, как говорит он сам, небольшого путешествия по Кавказу. Доехал до границы с Ираном. Это вот как разница между машиной и мотоциклом, это как смотреть просто телевизор и 3D телевизор. Теперь у него важная миссия. Участием в автопробеге он намерен почтить память павших, а также отдать дань уважения своему деду, которого призвали в 1942 году в пехоту. С ней он промаршировал до границы Белоруссии и Польши, где был тяжело ранен. К сожалению, я деда не застал. Это уже по памяти бабушка рассказывала, отец рассказывал. У меня, так с пор, хранятся письма с фронта моего деда. Письма уже личные домой, жене, детям. Пассажирами автомобилей стали ветераны боевых действий, офицеры запаса, юнормейцы. Их приветствовали от имени главы курорта и города воинской славы Юрия Полякова. Анапская земля богато полита кровью защитников, тех героев, которые освобождали наш замечательный город. Мы все помним имена Дмитрия Калинина, Сурена Аракеляна. Сегодня Анапа под мирным небом, и мы благодарны им. В преддверии двух юбилейных дат, 75-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и освобождения Кубани, в Анапе ведется большая работа патриотического плана. Хочу пожелать автопробегу в добрый путь, а нам всем мирного неба над головой. Среди знаковых проектов, которые появились на территории Анапы за последнее время, новый сквер воинской славы в Субсехе. Там автопробег сделал остановку, чтобы его участники возложили цветы к мемориалу. Мы вместе, русские, украинцы, белорусы, армяне, все народы Советского Союза как один встали на защиту своей Родины. Мы должны помнить о событиях 75-летней давности. Особенно сегодня, когда в странах Европы пытаются переписать историю, стереть в памяти годы борьбы советского народа с фашизмом. Инициаторы автопробега – организация ветеранов «Боевое братство». Помощь оказывают ДСААФ, Анапский центр армянской национальной культуры, а также казачество. Это память и боль той незабытой нами страны. Мы знаем, какой тяжелой ценой далась нам победа. Но правильно было сказано – выстояли, потому что мы были единой многоциональной советской семьей. Как отметили на митинге, эти мероприятия необходимы прежде всего для подрастающего поколения. Иван Марченко уже перешагнул эту планку. Ему 25. В 2016 году закончил институт и сразу пошел в военкомат. Отказался от лишних полугода отсрочки, положенных после окончания вуза. Сам попросился на Кавказ. Оказался в гвардейской части. До сих пор вспоминает марш-броски по пересеченной местности. Конечно, тяжело было, особенно первые месяцы службы, они всегда самые тяжелые. Но потом со временем, как говорится, привыкаешь. Но, скажем так, я по своему направлению, как говорится, не только физической силой непосредственно занимаюсь, но и там очень серьезная умственная, скажем так, работа была. Этот авторпобег, он большое значение имеет, в первую очередь, для наших молодых жителей Анапы. Потому что это еще один способ напомнить о том, какие события происходили на нашей земле, сколько много было жертв принесено на то, чтобы сегодня мы жили в таком уютном, добрым и процветающем городе, в крае и в стране в целом. После минуты молчания, возложения цветов, а затем старт автопробега, который напомнил гостям и жителям города о приближении одной из ключевых дат в истории Анапы – дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.